С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. В Наринмаре продолжаются следствия сразу по двум громким коррупционным делам. На прошлой неделе сотрудниками ФСБ были задержаны высокопоставленный чиновник окружной администрации и полицейский. Последний занимал должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Обоих подозревают в получении крупных взяток на общую сумму 9 миллионов рублей. Мера пресечения злоумышленникам уже избрана. Олег Котензейский обо всем подробнее. Лежать! Лежать! Руки на старт! Руки на старт! Само задержание пособника полицейского проходило здесь, недалеко от здания Сбербанка. Пакет, в котором находилась лишь малая часть крупной взятки, 1 миллион рублей, посредник получил в машине. Она стояла примерно вот на этом месте. Но до Сергея Савельева, главного фигуранта уголовного дела, деньги так и не дошли. Чуть позже его задержали. На кадрах скрытой камеры, которая установлена в салоне машины, отчетливо видно. А вот посредник Сергея Савельева берет руки пакет с деньгами и начинает их пересчитывать. Я не люблю людей, что я тебе верю. Я верю, в порядок не верю. Впрочем, после задержания мужчина уверял, что он якобы к получению взятки не причастен. По версии следствия, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Савельев подозревается в вымогательстве крупной взятки у бизнесмена. За 4 миллиона рублей полицейский обещал прекратить уголовное дело, которое ведется в отношении предпринимателей. 16 декабря следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД России по НАУ. Уголовное дело по части 6 статьи 290 по факту вымогательства и получения взятки за совершение незаконных действий в пользу лиц, занимающихся коммерцией на территории Нейском автономном округе. Сейчас начальник УЭП и ПК Сергей Савельев и его посредник, который должен был передать взятку первому, находятся под стражей. Полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы. Его пособнику чуть меньше – 12 лет колонии. А вот еще один фигурант не менее громкого коррупционного дела. Николая Дроздова, начальника управления имущественных и земельных отношений администрации региона, также подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновник вымогал у предпринимателя, который работал в сфере земельных отношений, 5 миллионов рублей. За эту сумму господин Дроздов пообещал бизнесмену составить положительный акт о приеме работ по восстановлению земель на одном из строительных объектов. Реализуя преступный умысел, подозреваемый собственноручно изготовил и подписал необходимые документы, в которых подтвердил ложные сведения о фактическом исполнении первого этапа рекультивации земель на объект, за что получил часть требуемой суммы в размере 2,5 миллионов рублей, обещая обеспечить официальное подтверждение выполнения договорных обязательств. Однако исполнить взятые на себя обязательства должностное лицо не смогло, так как члены соответствующей комиссии отказались подписывать недостоверные акты о приемке выполненных работ. Высокопоставленного чиновника, как и полицейского, сотрудники ФСБ задержали на прошлой неделе. В отношении Дроздова городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. С таким ходатайством выступил Следственный комитет. Подозреваемому, который новую должность получил не так давно, грозит до 15 лет лишения свободы. Олег Котанзейский, Дмитрий Лукевич, Алексей Рочев, Телеканал Север.